Здарова парни, как всегда с вами Намко. Как всегда с вами Намко. Просто думал, что дурочки против меня, которые играют, взяли три виспа и решил, что надо перезаписывать, потому что они блевнули через минуту. Но нет. Репикнули. Так. Я иду. Я иду. Лес. Бабки. Бабки. Сейчас Тракса ливнет, у нее нету бабок. Дота Имба. Поиграем сегодня на Кентаври. Дота Имба иногда приносит такие сюрпризы, как у персонажей просто в начале игры. Ноль. Ноль денег. Я не знаю, что он не мигает. Ладно. Вот. Не знаю, зачем это делается. Может быть не специально. Может быть... Какие-то недочеты в игре, да? Но тем не менее, люди из-за этого ливают. И как бы до этого, как бы, все было плохо с тем, что люди постоянно ливали, играть было невозможно. Так, сейчас вообще невозможно играть. Сейчас практически в каждой игре один сразу же ливает кто-то. Понимаете? Просто бывает, появляешься, у тебя ноль денег в кармане. И как бы я понимаю, что смысла играть-то нет. Кент. Кент. Кент, сука. Сейчас я ее в мут закинул. Вмутит сразу такое животное надо отправлять. Давайте... Не понял, я добил? Странно как. Ладно. Давайте немного о герое расскажу. Надеюсь, здесь получится более-менее как-то поиграть. Не знаю, в каждой... В каждой абсолютно, в каждой игре школьники выходят. Сколько получится здесь поиграть, посмотрим. Надеюсь, хоть как-то получится поиграть, потому что, не знаю, вообще невозможно. В каждой игре, вот ты можешь сидеть неделю снимать видос, и в каждой игре, вот целыми днями прям сидеть, в каждой игре кто-нибудь обязательно заливнет. Что это за дичь? Ты! Какого хуя, тварь? Я не понял. Блядь, я не того-то я и узнал. Как так получается, что она бьет моих крипов? Я же это еще спалил вот здесь вот. Когда я не давил последнего, я думаю, может, от пассивки он умер, но нет. Эта тварь его забрала. Кунка фидит. Фидераст на кунке играет. Так. А героя? Почему именно кентавр? Ну, в принципе, на большинство героев я здесь снимал. На кентавра я не помню, ребят. 0-0, почему он думал. На кентавра не помню, снимал или нет, поэтому вот решил на нем поиграть. Расскажу. Блин, не знаю, сразу же копить на Мидас, или ПТ взять. Наверное, на Мидас, потому что меня никто не гангает. В принципе, стою нормально. Проблем не ощущаю. С оригином, в крайнем случае. Нет фонтана. Ладно. О героях. Кентавр, в принципе, неплохо здесь. Я бы даже сказал, он силен. Достаточно был до этого. А, да, я снимал у него, но я снимал у него давно, я помню. До этого, до того, как поменяли до Туимбу, ее постоянно меняют, последнее обновление, какое-то совсем странное. сейчас нельзя поставить, чтобы больше денег капало. Сейчас стандартный капает все время, насколько я понял. Не знаю, где это менять, я вот не видел, честно скажу. До этого он был силен, потому как можно было быстренько на нем нафармить свои артефакты и идти доминировать. Но, так как сейчас все получают золото, примерно получается фармить одинаково, у всех. Я его не догоню. С ботинком. Так вот, у всех получается примерно одинаково фармить, из-за этого невозможно быстро как-то нафармить и задоминировать. Задоминировать. Чик. Не знаю, еще может постоять. Так вот, я не знаю, зачем что-то у меня проблема с добитием ифу. Вы не находите, ребятки? По-моему, я их не набиваю. в начале качаю пассиву, но это в принципе не стоит делать этого, если вы стоите на линии. Стоит, наверное, все-таки качаться через первую, вторую пассиву, брать на единичку. Но если вы, естественно, решаете кого-то убить, убивать, если вы просто пассивно стоите на линии и, в принципе, вам не светит кого-то убивать, то можно качаться как угодно. Бабосик подъехал тут так неожиданно. Ну, шейкер наглец, нельзя так играть. Ты что? Ты что? Так вот, давайте продолжим. Нифига себе, Лена там убивает. Нормально так. У кентавра все завязано на его силе. Не знаю, как в обычной доте. Ну, в обычной доте понятно, что тоже так или иначе как-то все работает за счет силы. Скорее всего, не знаю, на кентавре вообще не играет. Я даже не имею понятия, как там все это работает. Конкретно здесь, в этом режиме, чем плотнее кентавр, чем больше силы у кентавра, тем он больше наносит урона. В принципе, тем он живучий становится естественнее. Так вот, вторая способность наша зависит от количества силы. Чем больше у кентавра силы, тем больше наносит демэдж вторая способность. Тут написано силу в урон сто процентов. Это, как я понимаю, типа, если тракса уже шейкер гоняет. Как я понял, если у тебя сто силы, то эти сто силы превращаются автоматически в сто, плюс в сто урона, плюс сто урона от второй способности. То есть, она наносит 450 стабильный и плюс сто от вашей силы идет. Как написано, я так понимаю, она работает. Так вот, у нас если собрать, не знаю, пять тарасов, их будет представлять, сколько силы, В принципе, каждый тараск пункт по, поскольку она дает, 40 ксили, 40 ксили и пять тарасов умножить на 4, получается, сколько, ребят? Правильно. Сейчас посчитаю так. Получается где-то 200 сил. не знаю, не пойду дефать, наверное. Мне надо фармить на тараску сначала, потом уже пытаться как-то... Они все там собрались, смысла даже идти нет, там просто на финиш. Что я сказал, смысла идти нет, да, там просто на финиш. Снимаю, ребят, ночью, поэтому иногда язык заплетается, что-то не сунет он. Самое главное на кентавре это на фармите артефакты. Если ты будешь голый бегать, как бы, смысла в этом вообще никакого нет. Чем больше силы, тем больше дамажит твоя третья пассивная способность. Я, правда, не понял, как это работает правильно. Точнее, до конца не понял, как это работает. Ну, как бы, тут написано силы, урон, сто процентов. Это, типа, если у меня силы будет четыре сотни, это четыре сотни в урон. Так? То есть, пассивка будет отражать персонаж, который будет бить кентавра, от кентавра будет пассивка отражаться в размере четырех сотен урона. В единичном отскоке, точнее. Ну, вы поняли, да, это же, ну, так не может быть. Может, ты отстанешь от меня просто? Может, ты отстанешь от меня? так, но они любят подфидить почти Тараску уже приобретаем. Так вот, пассивка не совсем понятно, как работает. Если все так, как я понимаю, это как-то нелогично, и тогда герои должны умирать крайне быстро. Вроде, это не так работает. ну, не знаю. Короче, ладно. Ультимейт длительность. Длительность. Бега нашего четыре с половиной. Четыре с половиной секунды. Может, фантомку убить вообще. Вообще. У нас есть Тараска, можно идти драться. В идеале еще взять какой-нибудь БКБ или же возвратку. что-то из-за этого из-за этих архефактов. Так вот, силы кентавра в урон. Опять же, тоже ультимейт зависит от силы кентавра. Получается 300% урона. Это я так понимаю, когда кентавр бежит, набегает на цель, он наносит ей урон. И этот урон зависит от силы кентавра. и как я понимаю, 300%. Если у меня опять же 400 силы, то это получается там 1200. Ой, стоп, 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 что-то я... это получается какие-то нереальные цифры, ребят. Я как-то неправильно считаю, неправильно понимаю, как это считается. Не знаю, как правильно это сосчитать, вообще странно как-то. Напишите в комментариях, как это сосчитать. Я просто вообще недоумеваю, как это правильно все вывести в цифры, в показатели. Тут написано так, вот как я себе это понимаю, 300%. Вот 100% это 100 силы, 100% это 100 единиц урона, правильно? Стоп, это правильно, да, я правильно считаю. Но это не так, не так работает. По крайней мере, я не нанесу столько урона, сколько там написано. Лее! Покращение! Так, можно взять силы, можно взять 30... Ах тушу. Рез. Ну еще еще Федераст бежит. Подалеку так. Ах, не дали мне его собрать. Ну не знаю, надеюсь, школьники не ливнут, потому что реально, я перезаписывать не буду. Я просто заебал, реально, У меня просто других слов нет. Я так заебался записывать. В каждой игре, сука, какая-нибудь прыщавая пизда десятилетняя выходит. Вот в каждой игре. Я просто устал. Если ты пиздишь противника, в команде противника десятилетняя пизда выходит. Если противник пиздит тебя, в твоей команде десятилетняя пизда тоже выходит. Это, блядь, невозможно. Так вот, давайте еще про первую расскажу. Длительность оглушения составляет 2,75 секунды. Там шейкер вроде старается, не знаю, может быть получится, пусть пофармит. Может быть затащит. Просто игра реально неинтересная получится, если я пойду сейчас с командой, давить их, а мы закончим, и они поливают. Это прям, отвечаю, так и будет. Может быть шейкер сейчас выфармит, кого-нибудь поубивает, выфармит, и уже будет какая-то интрига. Я буду поиграть. У Фрайт Кинга тоже ничего нет. У Кунки там тоже ничего нет. Смысл сейчас откидавить их. Я их, если пойду, я их сейчас реально задавлю. Просто возьму какую-нибудь возвратку. Кстати, по поводу возвратки. Так, возьмем мы еще, знаете, какую штуку? Так, 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 так. Возвратку. И так, стоп. Вот эту штучку. Зачем беру магии? Соответственно, у нас резиск магии. Ну, со способностей свет в дерево 30% плюс. Это дает 36%. Тау-66 резиск магии. Как бы нам на СМ-ку похрену. Все выкидываем. Еще можно взять одну Тараску. И пойдем, наверное, уже драться. Хотя у них вроде равная игра идет. Ну, давайте, наверное, парочку человек убьем. Так, чтобы особо они не расслаблялись. Рез! 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 Догоню! Да, ну, какой-то дурачок. Бью вас! Шагер, шагер. Так, возвратку. Опа! Бахнул, да? Ну, смотрите, шейкер бахает, а? Ну, чтобы он на меня кунку вообще не пробивает. Ха-ха-ха. Не понял, не понял, где он? Она умрет от пассивки просто. Ладно, оставим шейкер, пусть парень выносит свои артефакты. Не будем за ним бегать. Он, корова стоит. Пусть поубивает их немножко. Ну, как бы, ну, если его вот так оставить, в принципе, у них есть шансы выиграть, как бы. Тут интрижка будет. Смотрите, вот он. Ба! Промазал! А-а-а! Он был, он был близок. Так. Так. Что купить? Шейкер. Ну, как бы, нет, сложно, сложно будет меня убить. Понимаешь? Если его ты ударишь, это смерть твоя, понимаешь, да? А я еще вот так вот бахнул. И, как бы, все. Но он не пошел за мной, он понимает, что не убьет. Думаю, что прикупить, что прикупить. У него есть дезолятор, наверное, я возьму шиву какую-нибудь. Вместо еще одной тараски, да? Конечно, вот этот худ, он мне нахрен особо здесь не нужен, как бы, занимает слот. Но, чисто теоретически, если ЦМ-ка раскастуется, шейкер ульт, корабль... Не, у них достаточно магии, чтобы нанести мне неплохой урон, наверное, все-таки ее оставлю. Все-таки я оставлю. Там одна ЦМ-ка достаточно много урона наносит, поэтому... Давайте шиву возьмем. Блин. Заморозили ее, я хотел спасти, но... Так. Шива или кераса. Наверное, все-таки шива. Да, там три милишника, и... Сложноватым будет меня бить. Шива. Имеется. Такая вещь у нас. Ну и, в принципе, все. Можно вообще по-дебильному, как я уже говорил, взять пять тарасок на кентая, и это не будет плохо. Но шиву взял почему? Потому что у шейкера есть дезолятор, а у кента, в принципе, армора достаточно мало. И... Все-таки надо чуть подармориться. Ну и шива, почему не кераса, да? Потому что шива еще в крайнем случае может помочь убежать от противника, а кераса не поможет. Кстати, сколько шивы дает армора? Двадцать пять, а кераса плюс-минус также, по-моему, должно давать. Двенадцать к броне, а вторая тоже двенадцать к броне. Нет, слушайте, шивы, это вообще хорошо. Это вообще идеально для кентавра. Можно, конечно, кентавра собирать на дэмэдж с руки, и это как бы имеет место быть, потому что у кента все с этим не так плохо. Я видел, как кентавры собирались на дэмэдж с руки, и они разваливали. Я таких видал. Ну, опять же, в принципе, спорно. С точки зрения, что... Как бы... Блин, они развали хоть кого-нибудь. Шейкер, давай, братан, убей их. Нет. Сложно. Очень сложно. Очень много магии, надо бы к бэм собирать. У них и на выкодавн играет какой-то совсем странный. Так вот, кент на дэмэдж с руки, да. Но, понимаете, проблема в том, что если поручу тебя будут собирать какие-нибудь хиксы, как бы смысла от такого кентавра нет. А если его собирать в жир, так или иначе, под теми же хиксами, он будет чуть дольше жить. Ну, чего там, шейкер? Ты что, расслабился? Так, еще надо взять, знаете чего? Сапог. Сапог с блинком. Шейкер бахнул. Нормально. Сапог с блинком. Будем помобильнее. Так, он у нас, что, где у нас он? У нас, вот у нас. Ну, слушайте, ВК потихоньку, помаленьку, но... Фармит. Фармит. Так, так, наверное, Мидас можно продать. Не оставлю, потому что, смотрите, он работает даже, лежа в этой фигне. А если у нас, где там цемь, а вот она, как спит, но она сейчас умрет. А, она уже умерла, я понял Она умерла, просто держалась на пассиве ОА, умерла Но на Аганиме Кто это, Белькум? На Аганиме ВК Просто ЦМ, когда кастует Новый год Под Кентавра с возвраткой Это все Это смерть сразу же По Кента 7 тысяч с половиной хп И, в принципе, это, по-моему, не окончательная цифра У нас еще не 35-й левел Достаточно армора Ну шо Здоровенькая Блин, на какую кнопку его Не то нажал Где-то Б-сан Вот Рез 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 Ага Меня просто Рошан не убивает Вообще Без тебя бы я не справился, конечно А я думал Вот кто бы мне помог А? И я Егис бы забрал Ну, блядь, я таких шкур не люблю Зачем? А, умути все Зачем так делать, ребят? У меня Егис не нужен, понятно, но, блядь, зачем так делать? Как бы ты и так не проигрываешь, у тебя все нормально Они какие-то вообще неадекватные, они вот все идут, 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 идут Вперед Вперед И все, и пошли Ну, сейчас это вперед закончится, а я приду Вон Тонко Ебать, она их Располовинила Ууууу Не, я даже не пойду Вы что, это, это смерть Их сейчас там вообще Ну, хотя нет, слушайте Блядь, я че-то Загляделся цемочка цемочка они не могут загруппироваться вместе идти давить они как-то по одному по отдельности понятно совсем бьет на столицу урон а вы говорите хоть не надо не надо вот и не надо так ну шо надо идти что лишь сторону хоть снести хоть хоть одну до соленого давайте спорим снесу или не снесу в соленого я думаю шо снесу но будет нелегко там потому что аганимы вк они меня долго будут бить за эту сторону долго будут бить ой как долго они меня будут бить за эту сторону но я постараюсь как-нибудь подойдут я вот так в крыс просто ну так чтобы не расслаблялись и пойду в леса опять посмотрю что за происходящим что будет дальше творится товар также получает у нас наши пассивки как-то немного нечестные им сторону с нашего не дерутся им сторону с наш это совсем не красиво я думаю не будут дефт я с ними поделюсь на видите как-то их отпиздили а им сторону с нашим шейкер у меня были на него надежды но не сделал я думал что он их убьет всех ну честно говоря шейкер играл нормально я не буду его кидать муд вот века у них бомж про остальных особо ничего сказать неплохо нехорошо конечная получается особо даже не подрался ни с кем такой себе душ получается команда короче всех убил шейкер не смог комбек вот эти дела все как-то вот так ребят перезнимать не буду школьники в каждой игре ливает и практически каждая игра на вот такая получается либо ты проигрываешь в салат либо ты выигрываешь салат и от этого здесь никуда не деться всем спасибо за просмотр с вами был нам к лойсы ребят ставим вот и подписывайся на канал кто не подписан постараюсь сейчас часть снимать видосы возможно даже каждый день пока еще в голове это прокручиваю но не знаю лень в моей возможно подумает что не стоит каждый день посмотрим что будет ладно всем до скорых встреч пока